ВЦООМ заявляет, что россияне не готовы к революциям. Более того, они не пойдут ни за каким Навальным, сообщил гендиректор Фёдоров. К революции вообще-то никто никого и не призывал. И власти, конечно же, не боятся. Именно поэтому, наверное, они продолжают сажать людей просто за комментарии. А вот Росгвардия закупит свыше тысячи стреляющих электрошокеров дубинок. Ну, всё для людей делается. Какие тут бунты? Вот и давайте с вами сегодня об этом поговорим. Приветствую, с вами канал Новости Сверхдержавы. Мы начинаем. Итак, ВЦООМ и их опросы. Думаю, сложно найти человека, который безоговорочно верит тем данным, которые приводит ВЦООМ. И примеров было уже огромное множество. Самый яркий это, безусловно, про рейтинг чекиста. Они в какой-то момент взяли и провели справедливый опрос и его опубликовали, из которого следует, что рейтинг чекиста 30,5%. Но по шапке им сразу прилетело. Они меняют методику. И надо же, рейтинг стал составлять целых 72,3%. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. И это очень опасная тенденция на самом деле. Что ВЦООМ не даёт реальную картину, и поэтому многие просто не понимают, что на самом деле творится в стране. Хотя, думаю, Кремль располагает реальными цифрами. И вот ВЦООМ, а именно гендиректор Фёдоров, заявил, что россияне не готовы к революции и за Навальным не пойдут. Есть понимание слишком высокой цены любых революционных потрясений. Мы всё-таки как-то живём, справляемся, даже детей рожаем, растим, в люди их выводим. Лучше реальность такая, чем фантастические бредни. Много обещают, но что будет на деле, никто не понимает. Заявил Фёдоров. Всё пропало. Всё пропало. Всё вот это не имеет ни малейшего смысла. Детей рожаем, значит можно ещё потерпеть. А что будущего нет у детей, ну какая разница. Они тоже родят и всё. Это же железная логика. Только ведь к революциям никто никого и не призывал. А зачем? У нас есть конституционное право выходить на улицу мирно, но массово. И сколько уже есть положительных примеров, где люди просто взяли и вышли, когда власти их игнорировали, показали, что не против и добились своего. И не было никакой революции. Но у нас специально ставят вопрос так, чтобы напугать и без того запуганных и зомбированных граждан Украиной. Но проведите опрос. У вас есть права. Вы являетесь властью в стране. И если слуги народа не хотят считаться с вашим мнением, готовы ли вы мирно выйти на улицу, чтобы поставить их всех на место? Хороший вопрос. И ответ будет очевиден. Но после этого уберут главу ВЦОМ, как и убрали главу Росстата в свое время, который начал считать по факту, а не так, как от него требовалось. Поэтому ВЦОМ это такая же пропаганда, ведь любой вопрос можно задать по-разному, и ответ будет всегда другим. А власти-то у нас, конечно, ничего не боятся и делают все для людей, для народа. Именно поэтому Росгвардия намерена закупить почти 1100 дистанционных электрошокеров, дубинок. На эти цели ведомство готово потратить 13,2 миллиона рублей. Знаете, в демократических странах, чтобы люди не бастовали и не выходили, и чтобы не было никаких разговоров о революции, то власти подкупают людей. Они повышают им какие-нибудь пособия, снижают что-нибудь временно, дабы отвлечь их внимание и задобрить. Но у нас увеличивают штат силовиков и покупают разные щиты, дубинки, шокеры и прочее. Скоро на каждого гражданина будет уже один силовик, наверное. Ведь властям легче потратить деньги на них, чем сделать что-нибудь для простых граждан. А вот дело, например, Дарьи Сосновской, которую ударили на акции протеста, до сих пор переходит из одного ведомства в другое. Никто им не хочет заниматься, зато задерживают граждан за комментарий ВКонтакте, который был адресован суде Криворучко, который и посадил Устинова. Ведь что опаснее, комментарий или удар в живот? Конечно, выбор очевиден. Поэтому за Навальным, может, люди и не пойдут, но дело-то не в нем, а в беспределе, который стал уже нормой в современной России. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и оставляйте несколько комментариев. Ну а мы с вами тем временем, конечно же, не прощаемся. Увидимся в следующую пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok